Проект Ассоциации писателей и издателей России «Литературная резиденция» продолжается успешно. В этом убедились читатели Леневской поселковой библиотеки на очередной, третий по счету, встрече с сибирскими авторами. О чем сегодня пишут поэты и прозаики, узнала и наша съемочная группа. Сибирский филиал литературной резиденции находится в городе Бердске, в отеле Крона. Каждый месяц туда на полный пансион приезжают шесть авторов, прошедших конкурсный отбор, чтобы, не отвлекаясь на бытовые вопросы, свободно писать, общаться друг с другом и проводить встречи с читателями. Резиденцию ее обитатели называют профессиональным раем. Резиденция, в которой мы сейчас живем, это своего рода такой рай писательский, когда человек действительно может заниматься своим делом любимым, заниматься в красивом месте, забыв о каких-то заботах. Леневская библиотека, отмечают авторы, то место, куда хочется возвращаться. Читатели здесь отзывчивые, восприимчивые, а гостеприимные сотрудники делают все возможное, чтобы в ограниченном пространстве зала собралась максимально широкая аудитория. Вы ездите в гости не только в Ленево, но наш Искитимский район все прибывает и прибывает. Хотя, казалось бы, те же самые люди, но у нас промышленный сельсовет в большем количестве приехал. У нас приехал Листвянский сельсовет, тоже тут присутствует. Более того, у нас на связи ущем посредством. Дельфин какой-то. Читатели пришли на встречу, заведомо ознакомившись с авторами и их творчеством. Как оказалось, и Леневцы знакомы нашим гостям. Я сейчас работаю директором областного центра русского фольклора и этнографии, поэтому те, кто там с родняшниками как-то связаны, это тоже мои любимые родные. Вот, действительно, коллектив такой замечательный у вас существующий. Евгений Бабиков неоднократно был в составе жюри Тареевских чтений, а на встрече читал стихи из своей недавно опубликованной книги «Путем пилигрима». Позже книгу он оставил в дар библиотеки. Терпению есть предел, а мысли нет предела. Душа пошла в разнос в предчувствии беды. А может, пронесет, как проносила часто, Отмолим все грехи, допишем все стихи, Чтоб жить, да не тужить с надеждой на счастье. Но старый мудрый бог опять сказал «Хи-хи». Свою гражданскую позицию о ситуации в стране и мире автор описывает образами и фантастическими персонажами, но читатель сразу понимает, о чем болит душа поэта. Что-то где-то сломалось, взорвалось, Как реактор в груди корабля, И азарт заменила усталость, Где нейроны, как раны, валят. Ошаревшее воинство света захлебнулось Кровалым огнем, И когда-то родная планета Стала страшной, как мама с ремнем. Юрий Лунин в Леневской библиотеке не впервой. Он выразил свое удовольствие от того, Что вновь оказался в интерьере и атмосфере Знакомой уже библиотеки, Преодолев путь через полстраны. Он прочел автобиографический рассказ о студенте, Проведшем ночь в морге. И после по-новому ярко и эмоционально радовался встрече с живыми людьми. Вообще интересно увидеть и убедиться, Что твой метод, например, работы над текстом, Это как бы не единственно возможный. Когда ты смотришь, Что у кого-то ритм другой, Кто-то там ждет какого-то особенного состояния, Кто-то более сухой, продуктивный, деловой подход Занимается этим делом. Ты когда видишь, что все настолько по-разному, Ты, во-первых, и сам думаешь, А почему бы мне не попробовать? Компания такая нормальная получилась. Мы гуляем вместе, Любуемся красотами бердскими. Бердская коса. Благодаря Сереге, кстати, открыли. Половину уже времени провели там в резиденции. Серега подходит с телефона. Слушай, тут какая-то коса бердская, говорит, есть. Ну, так спонтанно как-то пошли и просто обалдели, Насколько там красиво. Наряду с именитыми писателями в резиденции работают и начинающие авторы. Им новый опыт дает новые знания. Моя благодарность резиденции литературной, В которой мне посчастливилось оказаться, Что, да, здесь я получила возможность Как-то собраться с мыслями, Как что-то, может быть, переоценить даже в своей творческой деятельности. Я думаю, если даже не в рамках перевода, Проведенного мной в резиденции, Но потом в дальнейшем, Как бы это влияние все-таки еще скажется. Трепетность души Александра Малыгина скрывает за обаятельной улыбкой. Она филолог из Барнаула, имеющая опыт преподавания в Монголии, Автор пяти книг и просто человек с глубоким содержанием и большим сердцем. Вот мы с тобой, как кофе с молоком, Судьбы растворены один в другом, И будто нету никого кругом. А даже если есть, какое дело? Конечно, я не этого хотела. На берегу я видела наш дом, Там мальчик на крыльце с воздушным змеем. В предчувствии восторга цепенея веревочку удерживал с трудом. А ветер рвал, а мальчик улыбался. И все на свете было далеко. Кофейный дым над домом поднимался И в облаках молочных растворялся. И мне дышалось сладко и легко. Для себя в резиденции Александра обозначила очень важную миссию Оцифровать бабушкины мемуары. Ее судьбу она считает непростой, но интересной, Как и жизнь каждого отдельно взятого человека. Часто же мы не думаем о том, какую музыку любят наши бабушки, Наши родители даже. Мы часто не знаем, в какие кружки наши родители ходили, Когда были малышами. Ну и вот меня в какой-то момент это проняло. Я маму, во-первых, стала много расспрашивать. Там столько таких каких-то историй, я говорю, вспомнила, записала. Просто напиши, как звали моих дедов. Я же, ну, не держится ничего в голове. А потом, ну, как бы без бабушки уже какие-то вещи, все, навсегда потерялись. А без мамы, ну, тем более, там просто такой обрыв будет. Просто каждая история отдельно взятого человека. Это вам кажется, что, ну, что я там училась, там, работала, да? А ведь каждая история, она уникальна, и, ну, мне кажется, она достойна внимания. Как вы любите людей, как вы вообще размышляете, как у вас строится вот этот вот мыслительный процесс, да? Мы же на одни и те же вещи совершенно по-разному реагируем. Ну и, наверное, вот это как бы и есть литература. Юная, хрупкая Диана Рейн из Берска похожа на сказочного эльфа. Обаятельная, загадочная, как и персонажи ее мифических, фантастических книг. Коллеги называют Диану трудоголиком, пишущим и днем, и ночью. И делает она это с 13 лет. Ее аудитория – подростки, молодежь. Но и взрослым она дает пищу для размышлений. Нежность и доброта пронизывают строки ее романа, где персонаж стремится не только не обидеть, но сделать приятное кому-то. Пусть это и призрак, которого видит только она сама. Ну, моя главная гордость, наверное, это роман про Берск. То есть история, что Берзи затопили, когда переносили новое место. Вот эта история меня очень сильно вдохновляла. Она мне вообще очень сильно нравится, я ее изучаю. Я все-таки решила написать роман про такая история. Тоже с призраками, конечно, с мистикой все это связано. То есть как бы добавила в свой город больше только мистики в обыденную жизнь. Ну, что это такое, все. Сюжет в том, что в 1956 году, когда Берзи только собирали переносить новое место, главный герой, его зовут Антип, коротко зовут Типа. У меня с именами были очень интересные истории. Он беспризорником, 16 лет, он где-то ворует на кладбище, там работает, сирота, ну, такой типичный беспризорник. Затем оставляем Антипа, забываем про него, например. Переносится в 2018 год. В Берзь возвращается Луна, тоже такой или у нее. Интересно будет объяснение, почему так ее зовут. Девочка тоже, старшеклассница. Она такая, у нее семья чудаковатая, она сама такая странная. Она хочет начать новую жизнь, чтобы они считали больше странной, и как бы, чтобы люди считали обычной. Но в школе она замечает одного странного прямого парня, который ходит сам по себе, пытается с ним познакомиться, и оказывается, что этот парень, это вот как раз Типа из 56-го года. Ему все еще 16 лет, потому что в 56-м году он погиб и остался призраком. Его видит только Луна, и только он нам может помочь ему как-то. Своим прочтением собственных стихов покорила слушателей и руководитель детской экспериментальной театральной студии Аня Пранкевич из Кемерово. Художнику восемь. Художник рисует мир прекрасным и светлым. Он видит его таким. Художник смеется, и краски ему в ответ. Лимонное солнце в альбом наливает свет. Художнику десять. Ему говорят, молчи. Не спорь, не опаздывай, не потеряй ключи, уроки учи, о будущем лучше думай. Вон, видишь, сосед-то, серьезный, красивый, умный. А ты? Что ты сделал? Опять вся квартира в краске. Пора повзрослеть. Хватит верить в мечты и сказки. Мальчишке тринадцать. Ему говорят, забудь про кисти и краски. Серьезное что-нибудь пора изучать, понемногу тонуть в рутине. Какая нам разница, что на твоей картине прекрасному, светлому нет ни конца, ни края. Проснись, оглянись, ну пойми же ты. Жизнь другая. Он вырос, женился. Устроился на работу. Он водит машину и смотрит футбол в субботу. В руках ноутбук, ежедневник и карандаш. За окнами серость грызет городской пейзаж. В жизни нет цвета и вкуса, и смысла тоже. Он хочет любить ее, только уже не может. А в старом альбоме живет золотая осень. На фото художник. И там ему ровно восемь. Там яркой гуашью раскрашены ритмы слов. Там только о важном. Там искренность и любовь. Мой милый художник. Волшебник и фантазер. Рисуй океанами волны своих озер. Разбрызгивай краску на серых чужих людей. Не бойся идти за любой из своих затей. Носи по карманам разбойничий интерес. И помни, ты можешь таких на тебе чудес. Хватай свои кисти и вызов бросай судьбе. Рисуй свою жизнь так, как хочется, лишь тебе. Каждая новая группа резидентов уникальна. У каждой свои краски и особенности, говорят кураторы. Проект же в целом процветает и крепнет. Появился официальный баннер, бейджи для резидентов, фирменные блокноты для записей. Не утрачивается связь с каждым из авторов. Мы продолжаем общаться. У нас, например, первый заезд, это самый такой заезд сплоченный остался. В плане того, что у нас на каждый заезд создается внутренний чай в контакте. Общение между собой, какие-то технические моменты, еще что-то. И вот до сих пор он живет у них. Они до сих пор еще общаются друг с другом, присылают какие-то интересные новости, обсуждают разные литературные темы. У них все это прямо вот так вот сплотилось. У читателей на встречу была эксклюзивная возможность пообщаться с авторами, проникнуться их творчеством, узнать их как личностей и полюбопытствовать, насколько они сами, такие непохожие, резиденции оказываются друг другу полезными и приятными. Вот я скорее открываю людей. То есть мне даже не так творчество, потому что я вот, ну, скорее визуал. То есть мне надо почитать. Вот когда оставляют книги, я их потом читаю. И творчество я больше понимаю потом. А вот сам-то человек, конечно, открывается. То есть для меня это скорее встречи вот именно с людьми, с новыми. И я всегда этот вопрос задаю, как вот им в этих резиденциях... Они очень разные люди, очень. Это не только возраст полный, но это даже, ну вот, по восприятию нас, вот аудитории видно, какие они разные. А там вот как они друг друга дополняют, что они друг другу дают, вот это очень интересно, конечно. Встречи действительно всякий раз удивляют и вдохновляют обе стороны. Где-то авторы делают упор на биографию, а где-то, как в Ленёва, дарят настоящие литературные спектакли. Всё зависит всегда от публики, от зала. Когда ты, я сама по себе знаю, как выступающие, когда ты приходишь, ты просто, вот как сказать, вот всякий раз смотришь в глаза зрителей. Это же такая, как бы, пользуясь таким словом, энергия, что ли, какая-то невидимая нить связывает тебя с людьми. И ты вот, когда ты видишь новых людей, ты ощущаешь что-то особенное, что-то своё, другое, и начинаешь выдавать какую-то своеобразную информацию, ну, сообразную тем людям, которых ты едешь. Когда ты видишь, что люди, ну, со своими делами, со своей жизнью, там, она у всех в разной степени там непростая, не находят время, чтобы прийти, чтобы в том числе с тобой пообщаться, тебя услышать. И, ну, вот, такое само внимание и уважение, настоящее, причём вот, неподдельное, оно не может не давать, как бы, силы, и какой-то энергии. Так что я вам тоже аплодирую. Спасибо большое. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин